Виновник найден. Возможным резком подорожании бензина виноват Минфин. Независимый топливный союз провозгласил его архитектором надвигающегося топливного апокалипсиса. Прямо-таки апокалипсис? Там уверены, что цены на заправках рванут вверх? Да, на этой неделе вот этот независимый топливный союз уже предупреждал, что литр топлива в июне может подорожать на 3-5 рублей. Это, конечно, очень много. Ну и независимые заправщики уверены, что во всем виноват именно Минфин. Именно Минфин создал, усилием Минфина создана та налоговая конструкция, которая по нашему глубокому убеждению является основным разбалансиром отрасли. То есть, когда изначально создается конструкция, где налогов на внутренний рынок значительно больше, чем на экспорт, а страна экспорта ориентированная, оно понятно, к чему все в итоге придет. Демпфер должен был скорректирован уже давно, а Минфин ни в какую не дает этому свершиться. А только расширение Демпфера сегодня способно стать каким-то гарантом, пусть шаткого, но равновесия. То есть, это не системное решение, и Демпфер это не есть хорошо, но тем не менее, в текущей ситуации Демпфер это хоть что-то. Архитектор Минфина, оператор Федеральной антимонопольной службы, считает независимый топливный союз. ФАС, по его мнению, позволила крупным нефтяным компаниям превратить биржевой механизм в средство разгонки оптовых цен. МТС также обвинил антимонопольщиков в невыполнении обязанностей по ограничению власти крупных нефтяных компаний. В итоге, из-за таких действий, частные заправки в регионах могут закрыть, подытожили в Союзе. Кто все-таки виноват, и что делать? К нашему разговору подключается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, смотрите, независимый топливный союз уже пошел на открытый конфликт с Минфином. На ваш взгляд, что это, жест отчаяния или НТС заручился чьей-то мощной поддержкой в такой атаке? Ну, здесь не прям такая какая-то ужасная катастрофа и война независимых, с Минфином. Минфины часто обвиняют в этом. Плюс к тому, можно говорить, что действительно, Минфин же придумал налоговый маневр, а он же от этого не отказывается. То есть вся вот эта система налогового маневра с демпфирующей надбавкой, повышением НДПИ, это все является причиной того, что у нас, можно сказать, есть условия для подорожания топлива. Потому что если у вас на входе в НПЗ нефть дорожает, конечно, у вас будут нефтепродукты дорожать. Другой вопрос, у нас там договоренность есть нефтяника с правительством. Ну, а на самом деле, если мы говорим, кому действительно тоже выгодны эти обвинения в сторону Минфина, то это действительно винки, потому что они-то как раз договаривались с правительством, что они продолжают сдерживать рост цен на нефтепродукты, то есть подписывают это соглашение нефтяников с правительством. А Минфин как раз-таки отшлифовывает механизм демпфирующей надбавки, то есть повышает выплаты из бюджета для нужд НПЗ, потому что они убыточные по заявлению винков. А этого не происходит. То есть вроде они договорились, а Минфин ничего не делает с своей стороны. То есть независимые заправщики могут в кои-то веки играть с винками на одной стороне? Ну, здесь им это выгодно, поэтому может быть определен такой тактический союз. И получается, чем больше получать будут винки компенсации, тем больше они будут сдерживать цены на оптовом рынке. А соответственно, и независимые производители будут дешевле покупать бензин и потом его реализовывать. А так получается, что если они дороже будут покупать бензин, то им надо будет на АЗС повышать цены. На АЗС винки, например, повышать вроде как не собираются. И получается, все клиенты просто перейдут к винкам. Поэтому здесь тактический альянс вполне возможен. Минфин действительно не выполняет свою часть соглашения в рамках вот этой договоренности. Он демпфирующую надбавку не повысил. К ФАС претензии, на ваш взгляд, обоснованы со стороны независимого топливного союза в том, что ФАС не разбирается с растущими оптовыми ценами на бензин? Ну, здесь скорее вопрос ко всему правительству может быть. Потому что договоренность была, что на опте не будут повышать цены винки. И таким образом, кстати, правительству не пришлось договариваться как раз с независимыми продавцами. Потому что если на опте у всех одинаковая цена, значит и в рознице должна быть одинаковая. Поэтому здесь скорее не ФАС должно это отслеживать, а само правительство. Если нефтяники на опте повышают цены, значит они выполняют тоже соглашение это. А значит правительство может выполнить свою угрозу и вообще ввести заградительные экспортные почты на нефтепродукты. И здесь уже такая война всех против всех. Я думаю, что еще важно сказать, почему сейчас это все возникает, почему этот диалог начинается сейчас. Потому что нужно, во-первых, завершается то самое соглашение нефтяников с правительством. Да, до конца июня оно действует только. А во-вторых, скоро будет прямая линия президента с населением. Мы помним, прошлая прямая линия началась именно с вопроса, почему так подорожало топливо. И Путин на прямой линии вызвал Новака и Козака и с них начал спрашивать. Поэтому все хотят решить этот вопрос сейчас между собой и привлечь президента, внимание его вот сейчас, а не на прямой линии. Потому что это будет не кнут тогда, а действительно какое-то конструктивное разбирательство. И заставить Минфин как раз поднять демпфирующую надбавку. Но это сработает. Возможно это на ваш взгляд? Я думаю, что вполне возможно, если как раз таки будут раскачивать информационно эту историю, что бензин подорожает. Если, соответственно, Минфин не выполнит часть своих обязательств перед нефтяниками, даже таких негласных, и не повысит демпфирующую надбавку. Если надбавка не будет повышена, вы допускаете вот тот рост цен на заправках, о котором независимые заправщики сейчас предупреждают? Я думаю, что все-таки здесь вряд ли мы увидим повышение на 3,5 рублей. Скорее не по экономическим причинам, а по политическим. Все равно не дадут повышать цены массово и на всех АЗС. Все равно будет договоренность. Только если конфликт будет продолжаться между правительством и нефтяниками, здесь будут более сильные лоббистские усилия скорее уже от винков. Сейчас они, можно сказать, заходим мы на эту историю мелким калибром от независимых продавцов, а дальше уже будут визиты скорее глав винков к Путину, и они будут доказывать, что постоянно убыточная переработка быть не может. То есть это путь к дефициту и так далее. Что, мол, Минфин обещал, почему он этого не делает? Независимые все время жалуются, что они не являются стороной диалога. На ваш взгляд, нужно их действительно включать третьей стороной в этот диалог между правительством, винками и винками? Ну, а как с другой стороны включишь диалог? То есть если, вот мы помним, первое самое подписание соглашения нефтяник с правительством, мы просто собрали всех, грубо говоря, заперли в доме правительства, сказали, что пока вы не подпишете, вы отсюда не выйдете, а если выйдете без подписи, мы вводим заградительную экспортную почту. Причем даже если один кто-то, игрок, не подпишет и не будет соблюдать правила игры, мы вводим заградительную экспортную почту, такое воспитание коллективом. А как вы всех независимых соберете? В Союз тоже? Ну, НТС, очевидно, да, готов делегировать все интересы. Ну, а как здесь договариваться, в общем, с ними? Что им можно пообещать? Вот винкам пообещали демпфирующую надбавку, а независимым что пообещать? То есть логика правительства, я думаю, заключается в том, что если вы как бы в большой трубе регулируете, то дальше из краников течет одинаковая вода, ну, вот, одинаковые цены на АЗС. То есть они хотят с ключевыми игроками договориться, а там дальше все уже более-менее само заработает. Ну и последний вопрос. На ваш взгляд, почему вице-премьер Казак, почему ФАС по-прежнему продолжает утверждать, что все в порядке, на рынке все спокойно, никаких предпосылок к росту цен нет и вообще беспокоиться не о чем? Ну, я думаю, что это, во-первых, как раз, чтобы не раздувать историю и не заинтересовался там президент. То есть они показывают, что они сами имеют возможность регулировать всю ситуацию. Не поднимайте панику, давайте лучше как бы кулуарно договоримся, спокойно и без всякого шума. Но на самом деле, действительно, Минфин может довольно быстро все это решить, введя механизм плавающего акциза или понизив акциз. И, в общем-то, нефтяники, скорее, могут и этого добиваться. То есть если вы хотите регулировать цены на бензин, делайте это теми методами, которые у вас есть, а не ручным управлением в виде постоянно продлевающегося соглашения с нефтяниками. Мы будем наблюдать. Сейчас, я так понимаю, мяч на стороне Минфины и правительства. Посмотрим. Игорь, спасибо вам большое. Ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на прямой связи. Продолжение следует...